Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Сейчас я отреагирую на песню District 9 группы Stray Kids. Это их дебютный трек, по-настоящему, полноценно дебютный, вышедший в 2018 году. Для этого у них еще выходил такой мини-альбом Mixtape, который назывался... Потрясающая фраза строила... Mixtape, который назывался Mixtape. Это был преддебютный миник, на нем, например, была заглавка и песня Elevator. А District 9 это как раз заглавка их альбома, который назывался... Назывался который альбом... Альбом, который назывался... Я забыл, как он назывался... I'm Not. Да, I'm Not. Да, все правильно. Вот, Марти, он вышел 2018 года. Название District 9 вообще, скорее всего, отсылает тому, что парней 9. Они песни поют про то, что вот у нас такой район номер 9. Несусь сюда, мы свои правила устанавливаем, мы тут все перевернем, вернем и т.д. и т.п. Но я почти уверен, что когда выбирали название, они все-таки как-то ориентировались на фильм район номер 9. В принципе, известный довольно-таки фильм, очень фантастический режиссер Нила Бломкампа. К сожалению, это пока что единственный хороший фильм режиссера Нила Бломкампа, потому что остальные мне как-то совершенно не зашли. Я не смотрел Демоник у него, но Элизиум и... Господи, как назывался ты его второе? По имени главного героя. Робо по имени Чапи. Ну, собственно говоря, Чапи. Они ни о чем, они слабенькие. Они какие-то жалкие пародии на район номер 9. Район номер 9 прекрасный, замечательный кино с очень хорошими спецэффектами. Он достаточно дешевый, но при этом выглядит шикарно. Если не смотрели, то посмотрите обязательно. Забавно, что там район номер 9, это описывалось своего рода гетто для инопланетян, которые попали на Землю. То есть они в роли эдаких нелегальных иммигрантов находятся. И, честно говоря, отношения так себе, какое часто бывает нелегальным, или даже легальным, не суть важным, иммигрантам. Какие-то странные. В общем, правда, сейчас у Бломкампа в этом году должна выйти экранизация игры Гран-туризма. И, судя по трейлерам, наконец-то мы можем получить от Нила отличное хорошее кино. Он недавно пытался снять, ну, пытался снять, по-моему, и Чужого очередного срывалось. Он пытался снять Робокопа, тоже не получилось. Хотя бы Гран-туризма, пожалуйста, пусть у Нила получится хорошим. Мне эту песню заказала Оксана Семина. Оксана Семина работает на КГ-портале, ну, как работает, помогает КГ-порталу новостями. Потому что не забывайте, что на КГ-портале есть раздел кип-попа, туда можно зайти и почитать свежие новости про кип-поп, собственно говоря. Вот, и кто напишет больше 20 новостей в месяц, тот получает право заказать мне какую-нибудь реакцию на кип-поп или джей-поп или сип-поп, но суть важна. В общем, примерно то же самое, что и мои замечательные спонсоры. Просто для этого не очень много новостей написать. Ну, 20, на самом деле, это меньше, чем новость в день. Эта новость в один, одна новость в полтора дня. Тем не менее, большое спасибо Оксане. И не только ей, разумеется, всем, кто там работает, кто мне помогает. Вот, реагирую на District 9. Я ее слышал очень мало, несмотря на то, что я слежу за Street Kids. Поэтому я пока даже не очень уверен, что я эту реакцию смогу назвать ретро. Я соображу процесс, если я пойму, что песня не сильно знакома, это будет ретро-реакция. А просто перед началом реакции, разумеется, попрошу вас поставить лайк. Ну и все. Благодарю еще раз Оксану. Давайте же, товарищи, слушать то, что я так еще не успел скачать, потому что я дурында. Но ничего, я прямо сейчас это дело скачаю. К сожалению, в 1080p, но не страшно. Итак, дебютный трек Street Kids, District 9, блин, район. 3, 2, 1, поехали! Азбука Морзе, елки-палки. Фильм, судя по цветокору, сделал он в стиле каких-то старой видеопленки. Ох, сразу энергетика, с трея впрят. Тут Срирача, как обычно, писала песни и музыку. Угу. 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 Ага. Этот кусок помню. Да и предыдущий тоже, но не настако хорошо, признаюсь. Песня на удивление гораздо менее агрессивная, несмотря на обиде звука современные. В современных песнях некоторых еще больше разнообразных кусков, но здесь пока что очень такая прям агрессивная наполненная песня. Особенно на фоне звук помогает динамике задать. Блин, как всегда рэпчик от этих двух товарищей шикарный. Тут у нас электрогитарка, все дела. Смешно, что автобус еле едет, по крайней мере, каждый так по камерам. Кстати, этот кусок, который пост хорус, он довольно короткий. Хорошо. Я прощаю внимание на этот забавный синг, который появился на фоне. Дистрит-9. Дистрит-9. Хоряга еще и на полу, это всегда хорошо и сложно. Как будто немецкий нет сказал. Хорошо, весьма хорошо. Я помню, да, я эту песню помню, просто не настолько сильно. Она у меня не в списке самых любимых, но я помню, когда ее послушал, я подумал, блин, прикольно, необычно опять же. Недавно кто-то мне писал в комментариях по последним трекам Стреев, что у них ничего не поменялось с дебюта. Ну, конечно же, надо человек просто послушать Дистрит-9, Side Effects, господи, Elevator и последние несколько ревизов Стреев, чтобы понять, конечно же, поменялось. У них, на мой взгляд, песни стали более отточенные, более разнообразные. Иногда у них эти куски еще сильнее отличаются друг от друга песни, чем отличались раньше, то есть они еще сильнее экспериментируют. Где-то получается лучше, где-то хуже. Например, последним треке релиза все понравилось абсолютно, да, по части того, как разные куски сочетаются. Здесь им проще эти куски сочетать, они не настолько сильные, они ни по темпу не отличаются особо, ни по динамике. Вот, но, тем не менее, конечно, у них есть свой стиль, безусловно, они иногда от него отходят, иногда опять возвращаются. Просто они движутся в этом направлении, пытаясь экспериментировать то туда, то сюда. Здесь поагрессивнее, здесь по спокойнее. Может быть, сюда поагрессивнее, может быть, здесь еще более какие-то разные вещи. Вот то, что, на мой взгляд, у Nmix не очень получается, да, они такие вот, у них, допустим, не очень получилось, с тем, что они считают, что все хорошо. А мы попробуем так. Как-то так. Ладно, давайте слушать еще раз. Я что хочу сказать еще, что я хотел сказать? Сказать хотел я, что, конечно, вот этот момент, собственно говоря, когда рев включился, это прям очень хорошо, ну, серьезно, это прям шикарно, 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 и хотелось бы, честно говоря, такого рэпа побольше, в принципе, даже в последних песнях, ну, серьезно. Вот, пожалуйста, побольше, побольше, потому что как они это все выдают, я не знаю, собственно говоря. Я сейчас их с трудом отличу, кто из них, да, это Чан Бин и там кто-нибудь Джи Сун, да, потому что они все-таки изменились за это время, и я могу ошибаться, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот, давайте еще раз. Ну, очевидно, все-таки научно-фантастический элемент здесь присутствует, как ни круто, посмотреть на этот кадр. Очень объемная бочка. Бочка эта ударная. Есть более скомпрессированная и такая более сильнонаправленная. Хорошо, что они в агрессивной части вставляют неплохо, а просто такой чистый вокал. Если чего бы, да я докопался в этой песне, наверное, до этого куска. Он не то чтобы мешает, просто он слишком похож на некоторые другие вещи. Чуть ли не что-то от Big Bang, от чего-то старенького. В принципе, этот синт, он довольно-таки стандартный, его часто используют там всем. Но он сюда вписывается, потому что и по тексту песни, и по клепу здесь, возможно, можно, нужно скорее использовать какой-то сигнал тревоги, а этот вот проигрыш, этот синтетический ряд, он похож как раз на какой-то сигнал тревоги. Хороший контраст между этими высокими феликсистами. Сейчас строчек пойдет, давайте. Моль, я уже говорил, что, в принципе, хип-хоп, рэп – это не мой любимый жанр. Не самый нелюбимый, но и не самый любимый. Но я некоторые вещи слушаю, уважаю, от имени Мои, и доктора Дре, и Бон Саксон Хэммон, и так далее. Но что меня в рэпе всегда привлечает, что меня привлекает и заставляет обратить внимание, это когда очень быстро, очень четко зачитывают, еще использовать какие-то фишки, там где-то затормозят, затормозят немножко, там протоскорится, что-нибудь такое, как вот здесь. Вот, вот этот хороший сегмент был, просто очень хорошо. Как эта песня называется? Это «Любик Бэнкл» или еще у кого-то. Я не могу вспомнить. Ну, вы поняли, я думаю, на что я и намекаю. Вот это хорошо. О, здесь он сейчас такой паузы сделал практически. «Любик Бэнкл» Кстати, хороший эффект, люблю такое видео. Когда... Когда трек, трекинг включают, ставят, например, на голову, и камера двигается за, условно говоря, головой. Но еще тут наплыв, в общем, зум, он, конечно, цифровой абсолютно, но неважно, это очень хорошо будет. В общем, очень годный, хороший, замечательный дебютный трек. Да, я все-таки не настолько хорошо знал, чтобы назвать это ретро-реакцией, потому что там я обычные слова чуть ли не цитирую, и каждый музыкальный поворот-оборот, какой-то ход знаю наизусть. Потому что песни не так часто переслушал, например, тоже Backdoor, в комментариях уже шутят, и прошли годы, 2050 год, Stray выпустили уже свой 50-й, там, 100-й альбом, а Михаил все еще Backdoor. Ну, нравится мне эта песня, нравится, что ж поделать. Ладно, товарищ, что вы думаете, насколько это хороший дебют? Вот, и я, в общем-то, не удивлен, что после такого преддебюта, после такого дебюта и последующих вещей, продажи и популярность Stray просто летит в потолок. Кстати, сколько у них там сейчас интересных продаж? На часах 7 июня, 7 июня, к сожалению, поздновато записывают реакцию, потому что мы удалось немножко профукать, мне ее Оксана заказала гораздо раньше. Но, мы можем что сделать? Можем пройти и посмотреть, какие продажи последнего миника Stray of. Вот сейчас я прям посмотрю, не уходите далеко. Ну, собственно говоря, смотрите, на часах, повторюсь, 7 июня, я записываю ночь с 6 на 7, так что можем считать, что это 6 было. И 6 июня Hantello читалось, по последним данным у альбома Stray Kids, последний у которого Five Star, у них суммарные продажи 3 942 315 копий, то есть у них на самом деле очень бодро продается, у них первый день было 2,4 миллиона, потом 260 тысяч, потом еще 120 тысяч, потом 650 тысяч, потом 520 тысяч, то есть на самом деле у них продажи сильно стихают. Это 5 дней, осталось 2 дня. Если за 2 дня парни продадут еще примерно 600 тысяч копий, если у них это получится, то они побьют абсолютный рекорд по продажам за первую неделю, потому что сейчас он принадлежит по компании-группе Seventeen. Seventeen это FML, разумеется, Fuck My Life, 4,5 миллиона, 4 миллиона 550 тысяч, 214 копий. В общем-то я и Seventeen тоже люблю, уважаю, но чем больше каждый новый альбом будет продаваться, у группы разные, тем будет больше, это значит, что кип-поп все лучше и лучше продает, все более и более популярен и по миру, и в Корее, и т.д. и т.п. Так что я только за постоянное побитие новых рекордов. Вот, ну и напомню, что предыдущий альбом у парней Устрый Кидс продался тиражом 2 миллиона 163 тысячи копий за неделю, а тут вот, кажется, будет два раза больше. Это очень круто. Кстати, уже второе место, потому что BTS Map of the Soul 7 3 миллиона 378 тысяч. В общем, да, молодцы парни, желаем всяческих успехов, спасибо еще раз Оксану за заказ, напиши, что вы думаете об округе 9, районе именно 9, простите, ну округ, район не суть важно. Вообще, скорее, все-таки округ, да, если правильный перевод, но у нас в кино перевели район. Так что, и что про этот трек думаете? И что думаете про фильм Нила Блонко-то? Понравился, не понравился, какой у вас фильм Нила Блонко-мпа, любимый? Всем пока, благодарю людей, которые меня поддерживают на бусте. Субтитры сделал DimaTorzok